Повестка дня заседания администрации района и глав поселений стала очень насыщенной и определяющей в развитии всего района на этот год. Сегодня в России действует 20 федеральных программ и 84 областных. Каждый проект направлен на решение конкретной социальной и экономической задачи в сферах ЖК Хардрова, охранения, экологии и других. И во многих из них участвует наш район. Работа по реализации проектов на местах будет вестись целенаправленно. Это можно назвать новым подходом в решении задач. И в качестве примера проектного подхода был проведен многофункциональный центр. Люди приходят, отдали свою проблему туда. И вот этот механизм внутри МФЦ, он обеспечивает взаимодействие на уровне гражданинских связей, полиция, медицина, администрация, всех. По мнению Виталия Викторовича, один из главных проектов для нашего района – привлечение инвестиций. Об активизации деятельности в этом направлении говорилось уже не раз. На заседании были озвучены весьма амбициозные планы на этот год. Это и привлечение новых производств и модернизации существующих. Всего 16 проектов с суммой в 5 миллиардов рублей. Вот некоторые из них. Это в первую очередь масштабный инвестиционный проект по созданию производства химического волокна и исторического ПЭТ. Охимволокно. Объем инвестиций – более 500 миллионов рублей. Порядка 80 новых рабочих мест планируется создать. На существующей промплощадке УМ-62 планируется размещение резидентов «Эксенс Композит» для реализации инвестиционного проекта по размещению предприятий просто полимерных изделий, переработки вторсырья. Объем инвестиций в проект – 200 миллионов рублей. Создание 100 новых рабочих мест. Пожалуй, самый ожидаемый проект организации на территории района крупного тепличного комплекса. Сумма инвестиций составит 600 миллионов рублей. Но ряд планируемых инвесторов вызывают и сомнения, как, например, предприятие по переработке фосфо-гипса из сырья, принадлежащего воскресенским минеральным удобрениям. До сих пор нет понимания по технологии переработки, что там будет. И необходимо, значит, выработать взаимоотношения, либо формат взаимоотношений с тем же минудобрениями, потому что они тоже не понимают. Но, тем не менее, мы этот проект начинаем активно позиционировать и рекламировать. Обязательно мы должны администрацию поселения позвать, потому что это тоже связано с экологией и так далее. Это нас не может не беспокоить. Деньги большие, и непонятно, где конкретно мы их будем размещать. Много вопросов, реально много. Большие надежды возлагаются на создание индустриальных парков и промплощадок, на которые будут привлечены предприятия. Одна из них планируется в деревне Чеплыгин, рядом с Рязанским шоссе. Наиважнейшей задачей Виталий Чехов видит создание рабочих мест с достойной заработной платой. Люди должны работать там, где живут. Вот для этого мы с вами должны все необходимое сделать. У нас, я уже говорил, эта цифра есть, маятниковая миграция составляет 17 тысяч каждый день. Вот 17 тысяч человек у нас выезжает из города, из района и приезжает вечером. По два часа или по три тратя на дорогу только в один конец, для того, чтобы добраться до места приложения труда. Почему нам не создать здесь условия на месте? Следующий вопрос. По местке уличное освещение было отмечено, что необходимо выявить проблемные точки, так называемые темные пятна на территории всего района и комплексно исправлять ситуацию. Главам поселения предложили двухнедельный срок подготовить свои предложения. Кроме того, обсудили выполнение майских указов президента и средней заработной платы в учреждениях культуры. Денис Нитков, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.